Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущая Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях человек, который не может представить свою жизнь без музыки. Певица родом из Африки Кудзай Мидзи. Привет, Кудзай! Привет! Расскажи, из какого ты города и как давно вообще живешь в России? Я из города Хараре. Это столица Зимбабве. И я уже почти 7 лет в России. Я приехала сюда, чтобы учиться. Я училась в медицинском университете. На кого? Лечебное дело. Поэтому сейчас я врач. Почему решила остаться после учебы? Ну, я влюбилась в Россию. И за эти годы я привыклась к культуре. И тоже у меня русские друзья. Один из них создал музыкальный команд. И выступаем на разных сценах. Расскажи немножечко про свою группу, раз уж зашла о ней речь. Группа называется World Strike. Пять человек. И я солоист пою. В каком жанре исполняете? Разные, да, всего. Но обычно блюз. Вы делаете каверы на какие-то песни? Или у вас свой оригинальный материал? Ну, пока только делаем каверы. Я знаю, что ты поешь песни на русском языке. Как вообще давно занимаешься вокалом? И какой музыкальный жанр тебе нравится больше всего? Я начала в детстве. Папа мне помогал всегда. И я могу сказать, что мне нравится джаз. Во сколько лет ты начала петь? Ты сказала, что папа тебе помогал. Он тоже музыкой увлекается? Да, папа тоже поет. У меня тоже брат. Он поет и тоже играет на инструменте. Можешь исполнить какой-нибудь отрывок песни на русском языке? Потому что, насколько я знаю, ты и на русском очень хорошо поешь. Хорошо. Прям мурашки по коже, да. Очень здорово. А ты участвовала в каких-то музыкальных конкурсах, может быть, у себя на родине или даже здесь, в России? Да, в детстве поступала в международных. И тоже здесь у нас были концерты в университете. Тоже выступила. Какие-нибудь призовые места занимала? Вообще, как жюри относилась к твоему таланту? Оценивала ли она его по достоинству? Ну, не знаю, как сказать, но... Да, все было хорошо. Заняла второе место в студии «Весна» в этом году. Где ты совершенствуешь свое вокальное мастерство? Занимаешься музыкой? Да, сейчас я помогаю людям петь в студиях, именно на английском. Особенно в произношении, чтобы петь без акцента. Кому ты преподаешь? Кто твои ученики? Это дети или есть взрослые? Ну, преподаю дети сейчас. Как они вообще воспринимают тебя? Я, насколько знаю, у тебя английский все-таки, твой родной язык. И на русском все-таки даже после семи лет жизни в России сложно иногда изъясняться. А здесь какие-то профессиональные термины, наверное, музыкальные присутствуют. Как вот этот языковой барьер во время преподавания удается преодолеть? Иногда сложно, да, потому что я не знаю какие-то темы на русском языке, да. Но стараюсь все что-то объяснить, если надо. Какие вообще есть особенности исполнения песен на английском языке? Ну, для меня легче петь на английском, потому что это мой родной язык, да. Но русский язык чуть труднее, потому что это твердый язык. Для меня. Какие-нибудь есть у тебя музыкальные планы, может быть? Да, есть, да, с группой. Я думаю, что скоро будем записаться. О чем будет песня? О чем? Какой альбом? С чем он связан? Там будут каверы или это будут аутентичные ваши тексты? Ну, будет наш текст, да. Потому что... На английском? Да. На английском и на русском языке будет. Кто у вас отвечает в группе за написание текстов? Пока я думаю, что я буду, да. Но посмотрим. Ты пишешь стихи? Нет. Ну, в детстве, да. Но сейчас уже нет. Не пишу. Но думаешь, что ты справишься с написанием песен? Да. Я думаю, что да. Может быть, у тебя есть какой-то случай из жизни, связанный как раз-таки с твоим музыкальным поприщем, который тебе очень запомнился? Может быть, такой случай, когда ты поняла, что музыка – это прям вот, ну, твое. Сто процентов. Когда у тебя не осталось уже сомнений, что ты хочешь заниматься чем-то другим. Я имею в виду творчество. Когда я первый раз выступила на конкурсах, да, потому что я видела, как люди понравились, да, и вот поняла, что я должна заниматься музыкой. Ты планируешь теперь жить в России всю свою жизнь? Или все-таки будешь иногда, наверное, навещать родственников в Африке? Или, может быть, планируешь вернуться однажды туда? Да. Ну, сейчас планирую здесь остаться и работать, да, и дальше учиться. Я думаю, что я буду… То есть будешь ездить к своим родным и приезжать? Да. Буду ездить. И возвращаться в Россию, да. И возвращаться в Россию, да. Раз ты занимаешься вокалом, наверняка у тебя есть какой-то пример для подражания, может быть, кого-то ты считаешь кумиром в джазе, в блюзе? Да, есть. Мне нравится, ну, Тина Терна, да, потому что я думаю, что она очень классно спела. Ты сказала, что у тебя появилось много друзей в России за время учебы, за время того, как ты стала здесь развивать свой вокальный талант. Расскажи про своих друзей, какой они сферы, то есть они занимаются музыкой, это их основная работа, или они точно так же, как и ты, занимаются вокалом в свободное время, но при этом работают на обычной, скажем так, работе? Ну, у всех работают, там есть Андрей, он пилот даже, да, и есть тоже Алексей, он инженер, да, есть тоже Жора, он работает, но когда у нас свободное время, мы встречаемся и занимаемся музыкой. Когда вы собираетесь вместе, в каком жанре вы исполняете песни? Они тоже, как и ты, поклонники джаза и блюза? Да, обычно, да, джаз, блюз, да. Иногда поп-музыка. Разные бывают. Вот я не музыкант. Расскажи мне, какие особенности вообще музыкального жанра джаз и блюз? Некоторые артисты исполняют поп-музыку, то есть эстрадный вокал. В джазе какой вокал, какие особенности пения? Это сложный вопрос. Но я думаю, что блюз чуть медленнее. Я думаю, что джаз более живой, чем блюз, потому что, когда мы поем блюз, темпо медленнее. Да. А если сравнивать джаз с поп-музыкой? Ну, поп-музыка чуть современная, да. Поэтому сейчас я думаю, что поп известнее, чем джаз. Для молодых. То есть ты считаешь, что джаз не такой популярен, как это было раньше, и есть все шансы нарастить эту популярность, да, возродить ее? Да. У тебя огромный талант, кудзай, и я предлагаю для рязанцев в преддверии новогодних праздников, длинных новогодних каникул, спеть что-нибудь новогоднее на английском языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На самом деле у тебя достаточно интересная история, и спасибо большое, Кудзай, что пришла к нам сегодня в гости. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В эфире была программа «Городские встречи», и я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА